Десна ТВ Десногорске наградили победителей конкурса «Слава Созидателям». Дети все веселые. Большое спасибо организаторам праздника. Новогодний праздник в спортивной школе. Выполняя задачу по сооружению первого энергоблока Ленинградской атомной станции 2, фактически мы обеспечиваем референдность тех проектов, которые сегодня реализуются на зарубежных площадках. Физический пуск первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 Губернатор Алексей Островский провел заседание межведомственной комиссии. На нем обсудили, как правильно организовать и подготовиться к выборам президента. Эти выборы станут ключевым событием в политической жизни страны. На Смоленщине будут задействованы более 800 избирательных участков и 7 тысяч смолян – членов комиссий. 26 декабря глава муниципального образования Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов и администрации и руководителями муниципальных предприятий и служб. Подробнее в нашем сюжете. Перед совещанием сотрудник Центральной библиотеки провела обзор литературных бестселлеров 2017 года, посоветовала, на какие новинки стоит обратить внимание и пригласила работников администрации в библиотеку на новогодние каникулы. Глава Андрей Шубин подвел итоги прошлого года и поздравил всех с наступающими праздниками. 2017 год, он у нас напряженный был, мы с вами очень хорошо поработали, поэтому 2018 год, год желтой собаки, начинается у нас очень активно с учетом предстоящих выборов президента Российской Федерации, выборов факультата Марионского образования. Одним словом, удачи. На время новогодних каникул в Десногорском управлении ГОИЧС и на предприятиях коммунальных служб города, МУПККП, служба благоустройства, САЭС-сервис, будет организовано круглосуточное дежурство. Эксплуатация инженерной инфраструктуры идет в нормальном режиме. Все службы подготовлены к внесению длительных выходных и праздничных дней. На предприятиях будет организовано дежурство. В наличии есть персонал, есть специальная техника, поэтому будем прикладывать все усилия, чтобы жители не заметили разницу между выходными и рабочими днями. В школах города закончилась вторая четверть. Учащийся четвертой школы Шипова-Вилья, ставший победителем областного конкурса «Капельки души», принял участие в церемонии награждения в городе Смолинске. Сегодня школьники наши направлены на губернаторскую елку, и зимние каникулы в школах начнутся 28 декабря и продлятся до 8 января включительно. 9 января наши школьники приступят к учебным занятиям. Правоохранительные органы обращают внимание десногорцев, что участились в случае телефонного мошенничества с банковскими картами. Мы совершили преступление дистанционным способом. Интернет-мошенничество так называют. Эти операторы находятся за рубежом даже не у нас в стране. Поэтому и как бы сложность раскрытия данных преступлений в этом. Сообщите всем своим сотрудникам, что операции с телефона только проводите с банком на номер 900. Не надо больше жать ни на такие коды, не нажимать какие-то цифры, которые звонят и говорят мошенники. За прошедшую неделю в службу занятости поступило 3 вакансии от организации города. Трудоустроено 7 человек. В Смоленске обсудили проблемы потребительского рынка при граниче России и Белоруссии. На заседании социологи, экономисты, представители бизнеса и власти обсудили дальнейшее развитие потребительского рынка в Смоленской, Витебской и Могилевской областях. И вопросы, связанные с качеством товаров и услуг. А представители самых популярных потребительских брендов Смоленщины и Белоруссии были отмечены дипломами. Более 100 десногорцев стали героями видеосюжетов, записанных школьниками в рамках проекта «Атомной отрасли» Всероссийского конкурса «Слава Созидателям». 25 декабря в Доме детского творчества состоялось торжественное награждение победителей городского этапа. Конкурс «Слава Созидателям» два года проходит в городах присутствия госкорпорации «Росатом», в том числе и в нашем городе. За это время учащиеся десногорских школ записали несколько сотен видеоинтервью с представителями старшего поколения разных профессий. Они с удовольствием рассказывали о времени строительства города и станции, о своей молодости, трудовых буднях и достижениях. Все участники получили благодарственные письма и памятные сувениры. В церемонии награждения приняли участие заместитель главы города Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. Хочу сказать, что все участники конкурса, все ребята, которые снимали ролики, они на самом деле являются победителями. И очень тяжело было из 114 роликов отобрать вот эти несколько, которые можно признать победителями. Те истории, которые они узнали в течение всего проведения конкурса, они, несомненно, помогут в их дальнейшей жизни. Поэтому я желаю вам всем удачи, желаю не останавливаться на достигнутом. И в следующем году, так как правильно сказала ведущая, еще не все истории мы узнали, еще не все люди нами затронуты. Мы будем продолжать этот конкурс, будем продолжать этот проект. На федеральном этапе Всероссийского конкурса Десногорск представит 10 видеороликов. «Слава Созидателям, во-первых, даже словосочетание очень прекрасное. Это очень важно в первую очередь, конечно, детям. Потому что они знакомятся с теми людьми, которые создавал город, кто работал в самом начале, кто строил станцию, те, кто его обслуживал, наши учителя первые, наши первые врачи. Не кажется, что вспомнят их, если честно говоря. И поэтому, когда молодой человек, ребенок разговаривает с этим человеком, перед нем встает не история в картинках, а история живая. Естественно, что он воспринимает совершенно по-другому. Все это переживает, и у него откладывается от печаток в большом душе». В подарок для всех гостей воспитанники Детского дома творчества подготовили концертные номера. В России весь 2017 год проходили патриотические акции. Самыми успешными считаются «Это наша победа» и «Письмо погибшему солдату афганской войны». На Смоленщине прошло 15 тысяч мероприятий патриотической направленности. В них приняли участие почти 1 миллион человек. 22 декабря в Смоленске прошел съезд патриотов, чтобы подвести итоги. В нем приняли участие представители образовательных и религиозных организаций. В Десногорске прошел новогодний утренник для воспитанников спортивной школы. На праздники побывала и наша съемочная группа. Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравить самых маленьких воспитанников детско-юношеской спортивной школы с наступающим Новым годом. Малышей ждала обширная развлекательная программа. Песни, танцы, загадки, спортивные состязания, хороводы под веселую музыку. Ну и, конечно, какой праздник без подарков. Дед Мороз вручил всем детям сладости. Очень хорошо, веселый утренник. Очень понравился. Дети довольные, радостные. Прекрасные, замечательные, весело, хорошо. Дети очень довольные. Обстановка хорошая, дети все веселые. Большое спасибо организаторам праздника. Преподаватели спортивной школы уверены, что внимание и забота помогут ребятам зарядиться праздничным настроением. На площадке Ленинградской АЭС-2 начались пусковые операции на энергоблоке номер один. Специалисты эксплуатационных служб станции успешно загрузили в активную зону реактора первую из 163 тепловыделяющих сборок, начав тем самым так называемый физический пуск реактора. Отметим, что буквально недели раньше эта операция была осуществлена и на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС. Эти процессы похожи внешне и идентичны по сути, но разница все же есть. На Ростовской АЭС так начинается этап физического пуска последнего в своей серии энергоблока с реактором ВВР-1000. Их больше строить не будут. А вот в Сосновом Бару на Ленинградской АЭС-2 та же процедура идет на первом энергоблоке с реактором ВВР-1200. Он вобрал в себя все лучшие технические решения мегаваттного блока и был усовершенствован новейшими наработками в области эффективности и безопасности. Этот блок поколения 3+, ждет большое будущее. Выполняя задачу по сооружению первого энергоблока Ленинградской АЭС на станции 2, фактически мы обеспечиваем референтность тех проектов, которые сегодня реализуются на зарубежных площадках. Сегодня Росатом имеет контракты на более чем 130 миллиардов долларов по всему миру. На сегодняшний день Росатом имеет контракты на сооружение энергоблоков поколения 3+, в Индии и Бангладеш, Турции и Египте. Российские технологии пользуются в мире большим спросом, потому что доказывают свою состоятельность не только в теории, но и на практике. С конца 2016 года на Нововоронежской АЭС-2 успешно эксплуатируется первый энергоблок с реактором ВВР-1200. Он обладает большей мощностью и увеличенным сроком службы основного оборудования с 30 до 60 лет. При этом может обслуживаться меньшим количеством персонала. Точно такой же блок в скором времени будет выдавать электроэнергию и в северо-западном регионе нашей страны. В течение 2018 года будут выполнены операции по освоению мощности и в конце следующего года блок будет сдан промышленной эксплуатацией. Параллельно с запуском первого энергоблока на площадке ЛАЭС-2 ведется активное строительство второго. В этом году был выполнен большой комплекс строительно-монтажных работ, в частности на штатное место установлен корпус реактора. Всего же в Сосновом Бару планируется возвести четыре новейших энергоблока с реакторами поколения 3+. Они должны заместить выбывающие мощности Ленинградской АЭС и одновременно увеличить ее суммарную мощность на 20%. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defiz.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok